Представляю вашему вниманию заключительную часть книги «Сетевой не для всех» о сетевом маркетинге с любовью. Ценности сетевого маркетинга. Я уже говорила о том, что когда ко мне приходит новичок, мы начинаем работу с определения его истинных жизненных ценностей. Для чего это нужно? Чтобы показать возможности сотрудничества, не включая у человека ложное ожидание. Только в этом случае и отношения могут сложиться, и зачарований не случится. Кстати, результатом этой работы стал проект «Деньги для счастья». Определить свои ценности, составляющие счастья и перевести их в деньги, должен уметь каждый современный человек. Иметь личный финансовый план – это не прихоть и не роскошь, это необходимость. Жаль, что этому не учат в школе. О простой методике составления личного финансового плана я рассказала ранее. О главных ценностях, которые может дать сетевой маркетинг, поговорим сейчас. Свобода. Каждый человек приходит в сетевой маркетинг за чем-то своим. Для меня в то время главной ценностью стала свобода. Именно этого я хотела для себя во время поиска своей будущей деятельности. И я вовсе не была уверена, не знала, что именно это будет. Мне просто хотелось самой распоряжаться своим временем и другими ресурсами. Мне хотелось, чтобы доход не имел ограничений и тоже зависел только от меня. И поэтому, когда я случайно попала на сайт о сетевом бизнесе, первым, что увидела, стало слово «Свобода». До сих пор благодарю незнакомца за создание того самого сайта. Но что же такое свобода? Делать все, что хочу. Чаще всего мы слышим именно такой ответ на этот вопрос. Причем те, кто так отвечают, далеко не всегда понимают, чего именно хотят. Для меня же свобода – это выбор и ответственность за все, что происходит в жизни. Когда знаешь, что причина всего только в тебе самой, что все, что ты имеешь, ты сделал сам. Взять на себя ответственность – это сложно, но необходимо, если стремишься к свободе и независимости. Но именно такое понимание свободы пришло со временем. А тогда, в начале пути, мне просто очень хотелось иметь хоть немного свободного времени для себя. К своим 45 годам я ни разу не отдыхала в санатории или пансионате. Я не была за границей. И не только за границей. Я не была нигде, кроме нескольких городов Белоруссии. И то лишь проездом. Я не могла себе позволить очень многого. Когда я собралась на первый семинар, который проходил в Крыму, муж окорял – ты думаешь только о себе. Но я все-таки поехала. Вместе с маленькой дочерью. Тогда я впервые пошла ему и многим другим наперекор. Женщине, пришедшей в сетевой бизнес, поначалу достаточно трудно противостоять установленным в ее семье правилам. Нужно иметь решительность, чтобы делать по-своему, но при этом приложить все усилия, чтобы семья не пострадала. Поверьте, эта задача не из легких. Но когда вы ее решите, выигрыши окажутся все. Наши близкие не видят нашими глазами. Они лишь заботятся о нас. И наше дело, проявляя уважение и терпимость, дождаться момента, когда все то, что мы делаем, оценится. Это произойдет обязательно, если вы в правильном месте. Итак, как же сетевой маркетинг помогает стать свободным? Здесь для достижения хороших результатов придется взять на себя ответственность. Будет велик соблазн переложить ответственность на плохого спонсора, компанию, партнеров и даже на продукт. В таком состоянии из сетевого чаще всего и уходит. Но кто-то начинает работать над собой, понимает, что он причина всего, выходит на уровень осознанности и ответственности. Сначала становится свободна его воля, а затем прибавляется и финансовая свобода. И это не чем больше, тем лучше. Это сумма денег, которую нужно определить индивидуально, в соответствии со своими истинными ценностями. Тогда и вставать захочется по утрам и не будет желания обвинять кого-то. Покажите мне еще какой-нибудь бизнес, который дает столько свободы. Делать или не делать, с кем общаться, кого приглашать, что и как говорить. И еще раз повторюсь, делать или не делать, общаться или не общаться, приглашать или нет. Все зависит только от вас самих. Проживать свою жизнь, становиться сильнее и мудрее может только осознанный человек. Тот, кто имеет в арсенале своих ценностей свободу. И сетевой маркетинг для достижения такой мудрости и силы – идеальное место. Здоровье. Если вы выберете сетевую компанию, которая продвигает продукцию для здоровья, точно не прогадаете. И дело не только в самой продукции. Дело в идее. В косметических и других компаниях, где продукция к здоровью не имеет отношения, дистрибьюторов учат техникам продаж. В сетевых компаниях, продвигающих БАДы, витамины и средства по уходу со здоровительным правлением и натуральными составами, дистрибьюторов обучают выявлять потребность людей и с учетом этих потребностей рассказывать о продукте. Поэтому обучение в таких компаниях глубокое и дистрибьюторы постепенно становятся экспертами в области здоровья. Некоторые делают это своей профессией, получая диплом или сертификат. Другие используют знания для того, чтобы применять своей семье и помогать друзьям. Пришел ко мне как-то на собеседование молодой мужчина, заинтересовался бизнесом. Только я не хочу быть БАДоторговцем, пошутил он. Хорошо, на то мы порешили. Выбрал Солстик Энерджи и Хлорофилл. А через некоторое время, услышав о лицетине, решил попробовать. Я думал, что я здоров, что у меня все в порядке. Оказывается, можно чувствовать себя еще лучше. Делился он с нами своими впечатлениями. Нам часто кажется нормой то, что ею не является. Думаете, что болеть простудными заболеваниями даже пару раз в году это норма? А головная боль, изжога? Нет, ребята. До 40 лет мы вообще не должны думать на тему болячек, если будем уделять должное внимание профилактике и питанию. А где найти знания? В сетевых компаниях с большим ассортиментом БАДов. Почему я делаю акцент именно на ассортимент? Потому что лишь в том случае, если ассортимент покрывает решение всех задач, гарантирована грамотная подача материала. Если, например, в компании нет продукта, с помощью которого можно поддержать тот или иной орган, то, скорее всего, об этом не будут говорить на обучающих мероприятиях. А пропущенное звено – это невозможность решить задачу на 100%. Так происходит, например, в компаниях, которые работают с одним продуктом, преподнося его как панацею, или в компаниях со скудным ассортиментом. В них, кстати, тоже обучают продажам, а не возможностям применения продукта и знаниям в области физиологии. И повторять уникальный и единственный. Как я уже говорила, изначально в сетевой маркетинг я шла в поисках свободы. А в поисках своей компании, с которой я уже более 15 лет в партнерстве, опиралась на возможности решать задачи по улучшению здоровья дочери и своего. И, получив результаты, осталась здесь. Потому что понимаю, что здоровье – ценность, которая нужна всем. Информации на тему здоровья так много, что разобраться в ней крайне сложно. И ходит человек от врача к врачу, ищет волшебные методики и чудодейственные микстуры, не понимая, что все просто. Здоровое питание, добавки, периодическое очищение организма и антиоксидантная защита. А еще адекватная физическая нагрузка и отсутствие разрушающих эмоций. Просто нет, если окружение тебя в этом не поддерживает. Да, если вокруг тебя люди, уже идущие по этому пути. Тогда ты владеешь грамотной, легко применимой в жизни информацией. Ты знаешь, что использовать в пищу и чем обогащать питание. И все это ты можешь легко купить в своем магазине и за это получить вознаграждение. Представляете, тебе платят деньги за то, что ты становишься здоровее и помогаешь в этом другим. До сих пор восхищаюсь этим. Окружение. Сетевой маркетинг – это развивающая среда. Сюда приходят люди разные, остаются и достигают результатов только особенные. Помню, то мое первое выездное мероприятие в Крыму. Сижу я, слушаю людей, которые выходят на сцену, и в каждом из рассказывающих свою историю вижу себя. Мы родились и выросли в одной стране. Мы очень похожи друг на друга менталитетом, привычками, убеждениями. Похожи до тех пор, пока мы – матрица. Но как только удается проснуться и выйти из нее, каждый человек становится уникальным и особенным. Сетевой маркетинг помогает пробудиться ото сна. Вернее, люди, которые это уже сделали, помогают в этом другим. Как было раньше? Приходишь на работу, на тебя вываливают свои проблемы коллеги. Идешь домой, а навстречу соседка, любительница, пожаловаться на жизнь. Прибегаешь в семью, не знаешь, за что хвататься. Домашние хлопоты и дела. Сиди дома, если не успеваешь заниматься хозяйством. А как сидеть? На что сидеть? По праздникам приезжают гости. После рюмки другой разговор заходит о политике, о том, как все плохо, кто виноват. Вот приблизительно так было и у меня. Поэтому все стало меняться, когда я попала в атмосферу, где нет пустых разговоров, недовольства, где люди не жалуются друг на друга и не хвастаются, у кого больнее болит. А радуются, помогают и поддерживают друг друга. Где в праздники и без алкоголя весело. Где взрослые превращаются в доверчивых детей. Где у каждого своя история трансформации, перехода из спящего состояния в осознанное. И этими историями хочется делиться, чтобы другой человек смог увидеть себя и понял, что выход есть. Это не тупик. Это начало другой жизни. Когда я поняла, что такое настоящая помощь, я перестала разбазаривать свою энергию на сочувствие и переживание. Жалуется соседка на то, что дети болеют. Задайте ей вопрос. Хочешь делать так, чтобы не болели? Как вы думаете, какой процент соседок ответит «да»? Вызвать жалость и сочувствие всегда легче, чем взять ответственность на себя и самостоятельно решить задачу. На жалобы о нехватке денег я стала предлагать сетевой маркетинг. Так постепенно мое бывшее окружение изрядно передело. Когда ты начинаешь по-другому смотреть на жизнь, твое прошлое окружение тоже меняется. Большая его часть вдруг куда-то растворится, а некоторые начнут меняться вместе с тобой. Человек бессознательно хочет быть хорошим. Сетевой маркетинг – замечательное место для удовлетворения этого желания. Здесь можно улучшать себя постоянно. И этому способствует окружение. Поэтому выбирать команду и наставника нужно со всей ответственностью. Мне повезло и с наставником, и с командой, и с компанией. Сетевой маркетинг нельзя рассматривать лишь как систему зарабатывания денег. Скорее, это бизнес, в котором человек может стать лучшей версией самого себя. Каждая компания, с которой я встретилась на пути поиска, дала мне что-то важное. В первой я в подарок получила книгу Джона Каллинча «Лучше, каким вы можете быть в MLM». Именно это издание укрепило мою веру в сетевой маркетинг и усилило желание им заниматься. Уже в юности я планировала чего-то добиться, что-то собой представлять. Читала литературу о выдающихся личностях, воспитывала характер, проглатывая книги по саморазвитию. Да, когда дети были маленькие, это все пригодилось в их воспитании. А дальше что? Как бухгалтер может реализовать высокий личностный потенциал? Как сдача отчетности может улучшить жизнь других людей? А твою? Читая книгу Каллинча, я отрабатывала все рекомендации. Каждый день я делала что-то новое, выходя из зоны комфорта, наступая на свое эго. Затем была другая компания и удивительный человек, который проводил обучение – Любовь Алимова. Когда я ее слушала, замирало сердце. Она говорила о жизненном пути и предназначении. И все было как будто именно для меня. Я ловила каждое слово. Многим кажется, что сетевой маркетинг – это продажи, что здесь обучают продавать и манипулироваться знанием людей. Если вам попался такой проект, бегите без оглядки. Это не имеет ничего общего с классическим сетевым маркетингом, где образование помогает изменить жизнь, найти себя и, как следствие, зарабатывать. Как много людей устали на отупляющей работе, выживая от зарплаты до зарплаты. Если бы о сетевом маркетинге говорили больше правды, сколько людей могли бы воспользоваться этим бизнесом для изменения себя и жизни? Сколько бы пользы могли бы принести они себе и своему окружению? Сетевой маркетинг поддерживает людей, готовых изменить жизнь, выйти из замкнутого круга выживания. В наше время называют информационным, и сетевой бизнес тоже связан с технологиями, коммуникациями, информацией. Дистрибьютор – не продавец. Он передатчик информации. Он учитель, наставник, помощник. И поэтому он постоянно учится. А компания представляет ему для этого все возможности. Хочешь получать практические навыки психолога – иди в сетевую компанию. Хочешь стать нутрициологом – иди в сетевую компанию. Хочешь прокачать лидерские качества – ищи сетевую компанию. Только смотри, чтобы была возможность остаться собой. Потому что есть компании, где дистрибьюторы похожи друг на друга, как клоны. Говорят одинаковыми заученными фразами, одинаково отвечают на возражения и переменяют приемы, которым научились на курсах по манипулированию. В нормальных сетевых компаниях с хорошим продуктом, стойными выплатами этому учить совершенно не нужно. Там отсутствует мотивация. Но есть грамотное образование от экспертов, которое легко получить и сразу же применять на деле. Это обучение предназначено для тех, кто хочет изменить свою жизнь. И поэтому, когда речь идет о сетевом маркетинге, я бы в первую очередь порекомендовала его тем, кто хочет обучаться, кто любит обучаться, кто ходит по тренингам и семинарам и отдает за это немалые деньги. Обучаясь в сетевом маркетинге, вы деньги будете получать, а не отдавать. Но люди обычно смотрят на эти компании и думают, здесь надо продавать или, о, это БАДы. Выбирая компанию, кроме широкого ассортимента и качества продукции, следует посмотреть на обучающую систему, есть ли там система обучения, способная изменить жизнь. Нельзя измениться за одну ночь, перестроить мышление, мировоззрение, избавиться от навязанных убеждений. На кардинальные перемены требуется в среднем лет пять, при условии, что рядом с вами будут заинтересованные в вашем изменении люди. Сетевой маркетинг дает такую возможность. Я не устаю благодарить своих наставников за поддержку и веру в меня. Теперь-то я точно знаю, что без них у меня бы ничего не получилось. Выбирая себе наставника, смотрите не на то, умеет ли он продавать. Обращайте внимание на то, что он собой представляет, какими человеческими качествами обладает, является ли лидером. И не важно, что он тоже новичок. Вместе шагат намного легче. Два человека – это уже команда. А все остальное сделает система обучения. Сетевой маркетинг – прекрасная возможность для построения карьеры, а также для перехода из секторов рабочей или самозанятой в сектор бизнес по квадранту денежного потока Роберта Киосаки. Самые богатые люди в мире строят сети. Все остальные ищут работу. Да, это так. Книги Киосаки читают миллионы людей. Но, скорее всего, читают поверхностно. Если до сих пор в этот бизнес не выстраивается очередь и до сих пор нет конкурса на прием кандидатов. А теперь представьте жизнь человека, который 40 лет ходит изо дня в день на работу, доживает до пенсионного возраста и получает заслуженную пенсию. Знаете, почему люди так мало живут? Они уходят, потому что этой самой жизни у них попросту нет. Начать умирать можно в любом возрасте, так же, как и начать жить. Ценность сетевого бизнеса в том, что его можно совмещать с любым видом деятельности, с основной работой. На начальном этапе будет достаточно уделять этому делу всего пару часов в неделю. Люди, которые работают на себя, могут постепенно уменьшать нагрузку, найдя компанию, продукт которой будет помогать в работе. Так косметолог или парикмахер, например, может начать сотрудничать с компанией, которая продвигает косметику, средства для волос или БАДы, и специалисту хорошо, и клиенту. Всем в выгоде. Сетевой маркетинг – мощнейший бизнес. Здесь нет потолка в доходе. А еще это огромный простор для людей с амбициями. Но при одном условии, что человек способен видеть перспективы, готов работать над собой и совершать действия, результат от которых на первых порах не виден. Компания сетевого маркетинга вначале может стать и вашим основным рабочим местом. Например, нутрициолог – профессия, сегодня востребованная. Получил диплом, консультируй, рекомендуй продукты компании и получай деньги. Многие именно так и начинают, а затем раздвигают рамки своей деятельности, привлекая не только потребителей, но и желающих также консультировать. Это происходит постепенно. Обучаешься, делаешь, растешь, хочешь большего. При таком росте и развитии не приходит разочарование, не бывает потерь. Все зависит от твоего личного «хочу». Вот почему так важно разобраться в начале пути с истинными желаниями. Они будут тем топливом, на котором ты можешь двигаться и строить бизнес своей мечты. Ценность сетевого маркетинга в том, что каждый может достичь своей денежной цели. Кого-то устроит вторая достойная пенсия, а кто-то выйдет на доход, превышающий доход президента. Почему бы и нет? Я не люблю, когда машут чеками, рассказывают о миллионах. Это меня всегда отталкивало. А сейчас я абсолютно уверена, что этого делать в сетевом бизнесе вообще нельзя. Все, что мы можем сделать для новичка, даже самого амбициозного, показать финансовый документ компании, план маркетинга и помочь в нем разобраться. А еще вместе поставить финансовую цель, чтобы запланировать соответствующий ранг в карьере и поставить план реализации намеченного. Все как в обыкновенном бизнесе. Ведь мы, открывая компанию по производству, например, не собираем претендентов на различные должности и не обещаем, что все будет в шоколаде. Вам достаточно только приходить на работу. Разве не так? Вы тщательно выбираете сотрудников, смотрите трудовую, дипломы, опыт работы, и все равно далеко не все справляются. Часть людей уходит, а некоторых увольняете вы сами. Самая большая проблема предпринимателя – найти сотрудника, который будет удовлетворять всем требованиям. И вот приходит человек на презентацию, а ему говорят, достаточно пригласить двоих, и ты будешь зарабатывать большие деньги. Ничего больше не надо. Как вы думаете, кто на это клюнет? Жадные, ленивые, желающие, чтобы за них все кто-то сделал. Я против такой мотивации. Я за правду. Да, это не быстро, но это надежно и экологично. Бывших сетевиков не бывает. Помните это выражение? Если вы заразитесь этой идеей, если она проникнет в ваш разум, вы никогда не сможете вернуться к прежней жизни. А теперь только представьте, вы можете построить большой бизнес, не создавая рабочих мест, не беря в аренду помещение, не покупая сырье или товар. Деньги вам будут нужны на первых порах только на продукцию, которой вы будете пользоваться, чтобы знать ее и чтобы улучшать жизнь. Поэтому найдите компанию, где продукт будет делать это. Потому что если продукция ничего особенного собой не представляет, то ею будут пользоваться только до тех пор, пока будут работать. А работать, как вы уже поняли, останутся единицы. Это значит, что вы обречены на вечный поиск все новых и новых кандидатов. Если же продукция способствует улучшению качества жизни, то она будет нужна любому ее потребителю, независимо от того, работает он дистрибьютором или нет. Именно поэтому сети, построенные на качественном и нужном людям продукте, устойчивые и в таких компаниях есть остаточный доход. Построить бизнес не так сложно, сложно его удержать. Продукты системы образования способствуют его удержанию. Итак, не вкладывая денег, без рисков и головных болей, можно построить бизнес и выйти на прибыль в такие же сроки, как и в традиционном. Хотя по опыту знаю, что часто предприниматели прибыли как таковой не имеют, как впрочем и времени и здоровья. Вот бы кому бросить все и заняться сетевым. Амбиции есть, работать умеют. Почему не приходят? Наверное, непросто серьезному предпринимателю принять бизнес, который не подразумевает борьбы. Что бы я рекомендовала им сделать? Начать заниматься своим здоровьем, используя для этого продукцию, решиться на отдых с ребятами из сетевой компании. Именно после таких поездок часто происходит включение, и человек начинает соображать, что возможно иметь бизнес, который улучшает жизнь, а не ухудшает ее. Отношения. Для меня самой большой ценностью всегда была семья, хотя в системе ценностей некоторых людей в семье нет принципи. Я сталкиваюсь с этим иногда при проведении коучингов по личным финансам, знаю и по своему ближнему окружению. Это выбор каждого. Но отношения с другими людьми волнуют каждого из нас. Человек рожден чувствовать, любить, заботиться и ощущать заботу на себе. Мы не можем жить в одиночестве, только в контакте с другими людьми и с миром мы понимаем себя. Человек становится человеком, взаимодействуя и набирая жизненный опыт. Я хочу помогать людям. Почти каждый человек произносит это, когда дело доходит до определения предназначения. Когда-то, очень давно, эта фраза вылетела, как птица из моих уст, А через некоторое время в моей жизни стали происходить невероятные события. Человек создан для счастья и любви. Я знаю это. Я прошла путь, события которого подтверждали этот факт. Как только ты начинаешь себя истязать, запрещать что-то, ругать самого себя, что-то случается. Замечали? Я увидела в сетевом маркетинге возможность помогать другим. Но научилась это делать только после того, когда стала относиться с любовью к себе. Обучение в сетевом маркетинге замечательно прокачивает тебя как личность. Взаимодействие с большим количеством людей развивает твою душу и учит любить. И эта трансформация тоже происходит постепенно. Вначале тебя все раздражают. Почему они не слышат меня? Им ничего не надо. Они хотят болеть. Новичок в сетевом бизнесе проводит границу между собой и возможными кандидатами. Проходит время, иногда довольно много времени. Прежде чем эта граница будет убрана. Невозможно любить человечество. Ну или всех людей. Любовь начинается с себя и продолжается в каждом конкретном человеке. О любви к себе сказано много. Это забота о теле, душе и личности. Это уважение своих интересов. Это саморазвитие. Это жизнь радости. Но если ты любишь другого человека, разве ты сможешь ему приврать? Или же продать то, что ему совершенно не нужно в данный момент? Будешь ли ты спорить с ним, отстаивая свое мнение? А доказывать? Нет. Если ты любишь человека, ты сделаешь его правым и поддержишь. А потом мягко покажешь, почему это может быть ему полезно. Любое убеждение и отстаивание своего мнения – это борьба. Но разве любовь и борьба могут быть совместимы? А теперь давайте посмотрим, как ведут себя некоторые сетевики. Они готовы тебя стереть с лица земли за то, что ты не хочешь покупать их продукт. Представляете, как это тяжело – все время ходить и всех убеждать в том, во что для начала и сам ты не веришь. И получается, что в таких сетевых компаниях говорят об одном – о свободе, легкости и деньгах. А на самом деле этого ничего и нет. О какой легкости может идти речь, если тратится энергия, и ты устаешь, общаясь с людьми? Настоящий сетевой маркетинг учит нас быть богатыми финансово и духовно. Без этого построить большой и прочный бизнес невозможно. Сетевой маркетинг помогает видеть проблемы другого человека, заставляет ставить на первый план заботу о человеке и искреннее желание ему помочь. В этот момент исчезают бизнес и деньги. Есть только человек. И ты видишь его, слушаешь и слышишь. Вот что происходило у меня раньше, а возможно у кого-то происходит и сейчас. Встречаешься с подругой, начинаются разговоры. Она тебе о чем-то говорит, а ты ждешь с нетерпением, чтобы рассказать что-то свое. Половину того, что нам говорят, мы вроде и слушаем, но не слышим. И лишь ждем своей очереди, чтобы вывалить на собеседника свои проблемы. В сетевом маркетинге не будет денег, если ты не научишься слышать. Здесь выгодно развивать в себе такие качества, как внимательность и забота. Компания вознаграждает своих сотрудников за то, что они становятся лучше. А однажды, встав на путь улучшения себя, остановиться уже невозможно. Вот и весь секрет. Лучший способ стать богатым – развивать щедрость. Богатство – это процесс духовный. Потребны служить большому количеству людей. Но начинается щедрость тоже с себя самого. Сначала себе, потом детям, мужу и родителям. В этом приходится убеждать практически каждую женщину. С мужчинами в этом плане значительно легче. Стань продуктом своего продукта. Есть в сетевом маркетинге такое выражение. Будешь щедро употреблять или пользоваться продуктом, запустишь механизм щедрости. И распространиться на твой бизнес, принося дивиденды, и на всю твою жизнь делает тебя лучше и счастливее. А теперь давайте посмотрим, подходит ли сетевой маркетинг именно вам. Я долго думала над названием этой книги. В голову ничего не приходило. И я обратилась за помощью к сыну. О чем твоя книга? Что ты хочешь ею сказать? На мгновение я задумалась и выдала. Понимаешь, этот бизнес не для всех, а преподносят его так, как будто все могут заниматься сетевым маркетингом. Именно потому, что в МЛМ приходят случайные люди, столько разочарованных бывших сетевиков, которые на самом деле просто проходили мимо. Вот и назови сетевой не для всех. Хорошее название. Так кому же подходит сетевой маркетинг? Давайте рассмотрим основные категории этих счастливчиков. Хотят иметь собственный бизнес, но не имеют стартового капитала. Если спросить, хотел бы ты иметь собственное дело, даже если у тебя нет опыта и денег. Да, ответили бы процентов 80, если бы поверили, что такое возможно. Да что и говорить, вериться с трудом. Бизнес всегда ассоциируется с предприимчивостью, умением управлять коллективом и деньгами. Именно поэтому, когда я услышала впервые о том, что ничего этого не нужно, тоже не поверила. А потом увидела на информационной доске схему продвижения товара в МЛМ и осознала простоту и грандиозность этого бизнеса. Можно открыть магазин, взяв в аренду помещение. Закупить товар, нанять штат продавцов, вложить деньги в рекламу, контролировать персонал, сдавать отчеты и ждать налоговую проверку. А можно начать сотрудничество с сетевой компанией, продукт которой тебе нужен, покупать его для себя и рекомендовать другим. Кто-то станет потребителем, кто-то рассмотрит вариант бизнеса. У всех равные возможности. Все зависит от активности человека, от его профессионализма и простого везения. Всем занимается компания. Ты просто посредник между ней, потенциальным потребителем и дистрибьютором. В выгоде все. Именно поэтому сетевые предприниматели так отличаются от обычных. Быть свободным в традиционном бизнесе возможно, но это должен быть очень большой бизнес. А быть свободным в сетевом маркетинге может даже новичок. Когда я ушла с работы в никуда, как уже рассказывала, рассматривала и вариант открытия бизнеса. А теперь думаю, как хорошо, что в то время у меня не было накоплений. Даже не представляю, какой была бы моя жизнь сейчас. И не хочу представлять. Я уже писала ранее, что в компанию, где я работаю более 15 лет, пришла как потребитель. В то время я искала себя, пробовала разные варианты. И, конечно, пользовалась продукцией сетевых компаний. Почему? Потому что, во-первых, это выгодно. Во-вторых, как правило, продукты в MLM хорошего качества. А еще я думаю, что каждый потребитель хотел бы получать кэшбэк за свои покупки. Итак, я пришла пользоваться продуктом хорошего качества, да к тому же и с выгодой для себя. А еще мне понравилось, что ассортимент продукции и компаний покрывал все мои потребности. Не нужно было что-то искать в другом месте. Удобно. Экономишь энергию, время и деньги. Постепенно овладеваешь ценной и доступной информацией о продукции и компании. Становишься не только осознанным потребителем, но и экспертом. Со временем ты хочешь этой экспертностью и опытом делиться с другими. И за это получаешь вознаграждение. Приятно? Еще как приятно. Теперь ты можешь купить еще больше полюбившейся продукции. А значит, можешь достичь еще больших результатов, которыми вновь хочешь делиться. Что может быть проще сарафанного радио? И даже если ты не рассматриваешь наш бизнес-историей как реальный бизнес, но умеешь делиться с другими своими результатами, ощущениями и эмоциями, деньги зарабатывать ты будешь обязательно. Плохо, когда происходит наоборот. Человек приходит в надежде заработать, продуктом не пользуется или же продукт по каким-то причинам не нравится, а он пытается рассказывать о бизнесе в этой компании, его возможностях. У таких людей обычно ничего не получается. Поэтому если вы хотите попробовать себя в МЛМ, найдите компанию, продукт который вам точно нужен. И для начала станьте постоянным потребителем. Далее все произойдет само собой. Мне кажется, что это самый экологичный путь. Не будет ни разочарования, ни плохой репутации. Да, он длиннее, но кто сказал, что сетевой маркетинг это быстро? Это приятный марафон, а не спринт. Лучше двигаться медленно и надежно, создавая будущее, чем начинать, разочаровываться, бросать и снова начинать. Быстро это медленно, но без перерывов. Мне нравится эта японская мудрость. По моему опыту, человеку в среднем нужно полгода, чтобы понять суть продукта, получить хороший результат и захотеть о нем говорить. Я имею в виду продукты для здоровья или же работа в статусе простого потребителя. Человек, который приходит с установкой на бизнес, делает это, конечно, быстрее. Хотят помогать другим. Когда человек удовлетворяет свои основные потребности, он хочет помогать другим. В нашем обществе часто желание помочь выходит на первый план. Но можно ли оказать помощь другому человеку, если обделяешь себя? Надень маску сначала себе, затем ребенку. Этот принцип хорошо бы использовать и в жизни, а не только в самолете. Для людей, жаждущих всех спасти, сетевой маркетинг – прекрасное место. Только для начала нужно помочь самому себе. Именно по этой причине, когда ко мне приходит женщина с желанием купить продукцию для дочери, сына, мужа, внуков, родителей, я протестую. Я объясняю, что важнее начать себя убедиться в качестве эффективности, получить ощутимый результат и только после этого бросаться на амбразоры, спасая своих близких. Такая помощь экологична. Она никому не вредит. При таком подходе близкие, скорее всего, сами попросят совета или помощи у вас. Потому что, когда человек меняется, это вызывает интерес у окружающих. Всем хочется узнать, каким образом это происходит. В обратном случае, если рассказывать о продукции, которые еще сам не пробовал, или обещать что-то, не имея личного опыта, это выглядит навязчиво. Наши близкие, видя наши изменения, сначала пугаются. А вдруг ты попала в секту? Аргументировал мой муж свой страх в начале моей сетевой карьеры. Первое время он запрещал мне ходить на собрания. Именно так он выражался. Затем стал читать литературу, которую я специально для него оставляла на видном месте. И лишь когда убедился, что все в порядке, когда познакомился со своими партнерами и моим наставникам, успокоился и расслабился. Неизвестность вызывает страх. Пока ваши близкие не узнают о вашей деятельности больше, он не пройдет. И это хорошо. Это показатель того, что они к вам неравнодушны. Время все расставит на свои места. Если вы будете меняться в лучшую сторону, если будете спокойно, с пониманием, реагировать на претензии и недовольства в семье, все будет именно так, как надо. Если же начнете доказывать свою правоту, убеждая и обижаясь, все затянется на долгое время. И вы, скорее всего, выберете спокойствие семьи, бросив идеи сетевого маркетинга с его возможностью помогать другим. Меняйтесь, уважайте своих близких, у них есть право на другую точку зрения. Не торопитесь, всему свое время. Помочь другому человеку можно только в том случае, если он сам от вас эту помощь примет, а лучше попросит. Уж поверьте моему опыту, мой муж обратился ко мне за советом после трех лет моего внутрициологического опыта. И только получив результат, стал относиться к моим рекомендациям с уважением. Сегодня я понимаю, что муж мой самый главный учитель. Он научил меня ждать, не торопя события. Готовы хорошенько поработать, чтобы потом наслаждаться результатом. Есть среди нас те, кто способен делать постоянную рутинную работу. Вечные трудоголики. Я тоже трудоголик, но временный. Я могу работать много, чтобы оптимизировать процесс, упростить его и иметь возможность отдыхать или заниматься чем-то другим, более важным. Работая финансовым директором, я вынуждена была еженедельно готовить отчеты для учредителей. Каждый четверг проводился итог по всем показателям, включая прибыль. Месяца три мы работали вместе с программистом над тем, чтобы отчет выдавался нажатием одной клавиши. И этот труд в разы облегчил формирование требуемых отчетов. Так я отношусь ко всему, что делаю. Я готова посвятить много времени делу, которое мне интересно, перспективно, которое позволит мне в дальнейшем освободиться от рутины. Похоже на вас? Тогда сетевой бизнес – ваш вариант. Новичок приходит в МЛМ, ничего не понимая. Все кажется сложным, непривычным. Что я должен делать? Сколько я буду зарабатывать? Когда это будет? А я не могу ответить ни на один из этих вопросов. Никто не может. Но отвечают и обещают. А как можно обещать то, что нельзя просчитать? Сколько стоит везение, например? Репутация, доверие. Поэтому и получается бизнес у всех, кто готов работать, много работать. Вкладывать свое время, энергию, свои эмоции и теплоту. Кто готов работать, не видя результатов в настоящем времени, но понимать, что они обязательно будут в дальнейшем. И они будут такими, какими вы хотите их видеть. Потому что вы делаете для этого все возможное. И даже немного больше. Для таких людей этот бизнес идеальный. Предпринимателям, владельцам бизнеса и топ-менеджерам. Это те, кому крайне важно поддерживать свой внутренний ресурс. Об этом я уже писала. И все же еще раз хочу заострить ваше внимание. Люди, которые постоянно находятся в состоянии мобилизации, постоянно решают вопросы по бизнесу, те, кто управляют коллективом, разруливают сложные ситуации, должны обладать повышенной стрессовой устойчивостью. Как помочь своему организму справиться с повышенными нагрузками? Нужно накормить нервную систему, да и весь организм в целом. А когда энергии будет достаточно, дать телу разумную физическую нагрузку. Но что я вижу сплошь и рядом? Эти ребята чаще начинают с физической нагрузки и жесткой дисциплины. А это приводит к еще большему стрессу для организма и ухудшению здоровья. Когда я предлагала супругу присоединиться к нашему корпоративному отдыху, он злился и обижался, что я позволяю себе уезжать без него. Его первой поездкой с нами стал волшебный Алтай, да и то только после полученного результата от приема омеги-3 и лицетина. Как только он стал лучше себя чувствовать, он понял и важность отдыха. Теперь его не нужно уговаривать, он сам постоянно интересуется грядущими мероприятиями и быстрее меня собирает вещи. Муж перестал реагировать на телевизионные новости, перестал срываться на сотрудников, спокоен дома, пару раз в неделю ходит в зал, занимается с удовольствием и без надрыва. Могла ли я подумать, что такие изменения возможны? Нет. Я думала, что мой муж неисправим благодаря своему крайне непростому характеру и патологическому неумению общаться с людьми. Как оказалось, его организм просто не справлялся с высокими нагрузками. Сетевой маркетинг замечательная площадка, чтобы предприниматель привел себя в порядок. Главное найти компанию с нужным вам продуктом и грамотным системным подходом, чтобы было предельно просто и понятно, без излишней траты времени на изучение и подбор, с возможностью присоединиться к группе здоровых и интересных людей для совместного отдыха. Поверьте, начнут происходить удивительные метаморфозы. Но самое главное в другом. Постепенно вы поймете прелесть системы MLM. Инвестируя деньги в поддержание своего здоровья, вы довольно быстро начнете получать дивиденды не только в виде высокого ресурсного состояния, но и в виде финансового ручейка, который может превратиться в полноводную реку. Да, многим людям сложно понять, что совсем не обязательно покупать недвижимость, особенно в ипотеку, чтобы приумножать свой капитал. За год сотрудничества с компанией, хорошим продуктом, можно получить такой же пассивный доход, как от сдачи элитного жилья. И это непридуманная история, это факт. Специалистам, работающим в индустрии здоровья и красоты. Сетевой маркетинг – идеальный вариант для увеличения дохода без увеличения продолжительности рабочего времени для специалистов, работающих с пациентами и клиентами. Я имею в виду всех, кто работает в сфере красоты, здоровья и молодости, всех, кто связан с ЗОЖ. Время покупателей и потребителей прошло, настал период выбирателей. Чем честнее с клиентом и пациентом будет специалист, чем больше пользы он хочет им приносить, тем он будет более востребованным. Забота и щедрость – вот что должно отличаться современного специалиста от тех, кто не успевает за временем. Мне как-то сказала знакомая косметолог, мне невыгодно говорить своим клиентам о добавках, а вдруг им не станет хватать денег и на БАДы, и на мои процедуры, тогда они ко мне совсем перестанут ходить. Да, именно так рассуждают некоторые специалисты. И вот что я хочу на это сказать. Вы не сможете оградить своих клиентов от информации. Она в свободном доступе. Они найдут и нутрицептики, и коктейли, но узнают это от других людей, которым и понесут свои деньги. Только что они получат и принесет ли им это пользу, неизвестно. Вы же можете, немного изучив тему, или пройдя обучение по нутрициологии, дать возможность действительно становиться женщинам красивее. Ведь что такое красота? Можно ли достичь ее только благодаря косметологии? Вы ведь знаете, что это невозможно, правда? Потому что красота начинается с здорового цвета лица, с блеска в глазах, с энергией хорошего настроения. Только здоровый человек может быть по-настоящему красив. Косметология – это шлифовка, изюминка на торте. Специалисты, которые в первую очередь думают о клиенте, всегда окажутся впереди своих конкурентов. И именно их ждут благодарности и деньги. Сетевая компания с качественным продуктом станет для вас хорошим подспорьем. Кого еще можно отнести к этой категории? Блогеров и людей, которые имеют большой круг окружения и являются лидерами мнений. Людям, которые ищут свое предназначение. Тем, кто ищет свое предназначение, хочет развиваться, обучаться, обладевать лидерскими качествами и не может тратить на это большие деньги, достаточно найти сетевую компанию, в которой они все это для себя обретут. Попала я в прошлом году случайно в питерский бизнес-клуб. И каково было мое удивление, когда я увидела, за что участники платят деньги. Никакой конкретики. Почти ничего из полученных знаний нельзя было сразу взять и применить на практике. Каждый спикер продавал свои индивидуальные консультации. Бедные ребята, подумала я тогда. Даже если вы не захотите или не сможете зарабатывать деньги, придя в сетевой маркетинг, у вас будет возможность сэкономить на образовании, которое точно пригодится в жизни. В МЛМ нет теоретических знаний, только практика. Чтобы стать профессионалом в любом деле, надо практиковать. Будь ты хоть семи пядей во лбу, грош цена твоим знаниям и одаренности, если ты не используешь свой потенциал на деле. Опыт – вот что является ценностью, а это знания, проверенные на себе. Так человек становится экспертом. Посмотрите, что происходит сегодня. Обучают все и всему. Становится ли больше счастливых людей, обучение, как минимум, должно проводиться авторитетными, знающими экспертами и от проверенных организаций. Придя в сетевую компанию, вы с помощью полезного образования и поддерживающего окружение приобретете нужные знания, а еще, что важнее, навыки в таких областях, как коммуникация, лидерство, телеполагание, личные финансы, здоровье и красота. Вас ждут семинары и тренинги, организаторы которых будут думать, как помочь вам достигнуть цели, как сделать вашу жизнь интереснее и качественнее. Потому что ваши изменения выгодны всем, всем без исключения. Компании, так как вы будете о ней рассказывать, а это реклама, за которую не надо платить, а значит увеличивать цену на продукт. Наставнику, потому что улучшая свою жизнь, зарабатывая деньги и достигая своих целей, вы помогаете в этом и ему, вашим партнерам. Ведь глядя на вас, видя ваши изменения, они пойдут за вами и будут воодушевлять своих знакомых. Это выгодно вашей семье, всем вашим родным. В семье появятся не только деньги, но и человек, способный взять ответственность, стать примером и авторитетом. Кому-то надо начинать. В своей семье более 15 лет я взяла на себя эту ответственность. А в вашей? Сетевой маркетинг – это уникальная возможность для человека, который готов взять на себя полную ответственность за все, что происходит в его жизни, включая свободу, благосостояние, здоровье и отношения. И это идеальный бизнес для женщин, которые хотят сделать карьеру, оставаясь заботливыми мамами, нежными женами, настоящими женщинами. О таком деле можно только мечтать. Ваша Ирина Шабанова. Ну вот, я прочла вам свою книгу. Я хочу, чтобы каждый человек имел информацию о системе маркетинга, правдивую информацию об этом бизнесе. Именно с этой целью я написала книгу. И я призываю всех людей, у которых есть, возможно, желание рассмотреть, смотрите по сторонам, смотрите на людей, которые занимаются этим бизнесом, спрашивайте у них, интересуйтесь. Сетевой маркетинг заслуживает совершенно другого отношения. В этом я уверена. Буду рада, если моя книга поможет вам сделать осознанный выбор и тем самым изменить свою жизнь. Если у вас возникли какие-то вопросы или остались сомнения, пишите. Все контакты есть в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание и за интерес.